Всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим о клещах что мы знаем о них что это паразит кровосос что кусается и заражает клещи вызывают у большинства из нас исключительно негативные эмоции известные всем паразитические клещи переносящих опасные для человека и домашних животных инфекционные патогены действительно заслужили свою мрачную репутацию однако мало кто знает что эти не симпатичные нам членистоногие лишь незначительная часть от более чем полусотни тысяч видов большинство из которых выполняют важнейшие для природных экосистем функции а некоторые из них приносят даже человеку непосредственную пользу так тоже они наши враги и соседи для чего они нужны в природе на планете земля об этом мы обязательно поговорим здесь и сейчас поехали многие думают что клещи это насекомые но это не так и мы для начала выясним кто такие клещи и как они выглядят насекомые это отдельный класс относящихся к подклассу или типу членистоногих к этому типу относятся ракообразные мечехвосты многоножки и паукообразные и клещи как раз из класса паукообразных они самая многочисленная группа в классе на данный момент учеными описано более 54 тысяч видов есть даже раздел зоологии изучающих клещей и называется он акарология обитают клещи практически везде на земле и в воде на растениях и в растениях на животных и в них ареал у них безграничен если раньше ученые считали что клещей нет в антарктиде то пингвины с этим не согласны да и сами ученые могут страдать от деятельности клещей и в космосе на орбите они пожалуй тоже существуют если конечно есть поблизости космонавты или живность которую взяли для своих космических опытов и летят они в космос безбилетниками все потому что большинство видов микроскопические их ближайшие родственники пауки по сравнению с ними просто гиганты а клещи бывают от пяти сотых миллиметра и видно их только под микроскопом до самого большого рекордсмена аблиомы один из видов иксодовых клещей до трех с половиной сантиметров размеры в зависимости от вида у них разные и строение хоть и похоже на ближайших родственников пауков но также имеют свои различия клещи обладают разнообразным расчленением тела в этой группе прослеживается весь переход от форм имеющих большое число свободных сегментов и тем сходных с альпугами к формам расчленение которых приближается к таковому лжескорпионов сенокосцев и пауков нередко тело клещей вообще не расчленено туловище цельное или разделено на две части которые не соответствуют головогруди и брюшку пауков граница проходит несколько ближе к передней части тела обычно имеется шесть пар придатков из которых четыре задние пары у большинства взрослых особей ноги личинки как правило шестиногие членики ног подразделяются на тазик вертлук бедро колено голень и лапку лапка концевой членик обычно вооружена коготками и стебельчатыми присосками самая передняя пара придатков хелицеры они клешневидные грызущие или образуют колюще режущие ротовые структуры вторая пара педипальпы также входящая в комплекс ротовых органов у самых примитивных клещей они свободны но в типичном случае срастаются основаниями и вместе с хелицерами и некоторыми другими частями тела образуют головку подвижно причлененную к туловищу свободные концы педипальп служат щупиками или хватательными приспособлениями у клещей питающихся жидкой пищи например кровью животных и соком растений хелицеры педипальпы вытянуты и образуют колюще сосущий хоботок насчет зрения у клещей все плохо обычно имеются четыре простых глазка но у разных видов число глаз может варьировать от нуля до пяти такая же ситуация из дыхательной системы часть клещей лишена органов дыхания но большинство дышать трахеями которые по-видимому развились в разных группах клещей независимо у представителей некоторых семейств тело мягкое с кожистыми хитиновыми покровами у других она защищена твердыми щитками или панцирем крыльев как у насекомых у них нет они же не насекомые зато есть другой интересный орган клещи обладают сенсорным аппаратом который называется орган халлера он представляет собой крошечную полость в концевом сегменте первой пары ножек клеща клещи виды которых являются паразитами должны найти хозяина чтобы выжить с помощью обоняния и восприятия влажности температуры и углекислого газа и орган халлера обнаруживает их кровеносная система клещей построена наименее просто по сравнению с другими паукообразными у них она либо отсутствует вовсе либо состоит из мешковидного сердца с отверстиями нервная система характеризуется высокой концентрации составляющих ее частей у некоторых видов клещей вся нервная система сливается в один головогрудный ганглий в общем клещи разные одно у них схожие это то что все паукообразные являются раздельно полыми при этом половой диморфизм выражен довольно ярко развитие клещей протекает с метаморфозом то есть с изменениями половозрелая самочка откладывает яйца из которых вылупляются личинки имеющие три пары ног также у них нет стигм трахеи и полового отверстия после первой линьки личинка превращается в нимфу у которой есть четыре пары ног но в отличие от взрослой стадии и мага у нее все еще не до развитой железы зависимости от вида клеща может наблюдаться одна нимфальная стадия или несколько и после последней линьки нимфа превращается вы мага взрослого клеща и клещей очень много видов и они настолько разнообразны и в то же время похоже что ученые устали спорить как их правильно классифицировать причем открывая все новые и новые виды и по сей день нет полной четкой картины как например с млекопитающими и вроде бы пока все хорошо для большинства со стороны это маленький жучок то ли паучок то ли насекомое ползает размножается и что тут такого оказывается все дело в питании практически все клещи если не хищники то паразиты и если бы клещи питались и паразитировали не касаясь людей в дикой природе то никто и не обратил бы на них внимание однако они очень полюбили человека и его жилище и его близких домашних животных а также растения и еду выращиваемую для себя любимых они для них и учитывая еще то что они являются переносчиками серьезных порой неизлечимых болезней получается полный набор отрицательных качеств согласно одной из классификации алексея алексеевича захваткина зоолога специалиста по клещам их делят на три над отряда паразитоформные клещи среди которых есть не только кровососущие паразиты но и хищники а также сапрофаги это те животные питающиеся остатками организмов других животных и растений некоторые из них особенно иксодовые и гамазовые клещи служат переносчиками возбудителей ряда опасных инфекций акариформные клещи самая многочисленная группа более 30 тысяч видов к ним относятся паразиты позвоночных питающихся отмершей кожи и волосами а также паразиты растений и амбарные вредители они тоже могут переносить инфекционные заболевания и клещи сенокоссы малочисленная группа крупных клещей обитающих в тропиках и субтропиков среди которых согласно последним данным паразитических видов нет или еще не нашли и если у человека к сенокоссом претензий нет то к другим видам уйма причем паразитируют они как на растениях так и на животных о всех видах поговорить мы не сможем или как-нибудь следующий раз а тех которые постоянно на слуху в повседневной жизни или довольно распространены надо поговорить обязательно и начнем мы с клещей самых безобидных для человека панцирный клещ подотряд панцирных клещей насчитывает огромное количество видов более 11000 среди них есть древесные проводящие весь жизненный цикл на деревьях и почвенные способствующие образованию грунта все они питаются органическими остатками растений грибов мхов лишайников падали животных но встречаются среди панцирных клещей хищные представители паразита в данном подотряде не обнаружено зато они могут быть переносчиками яиц паразитических червей гельминтов эти клещи имеют размеры до полутора миллиметров и темную окраску тела черную или коричневую водяной или морской клещ группа водяных клещей включает себя более 5000 различных видов водяные клещи имеют округлое или вытянутое тело часто ярко окрашенная 2 или 4 глаза и крючкообразные хелицеры педипальпы снабжены крючками или щетинками на последнем членике длинные ноги во взрослом состоянии увеличиваются в длину сзади и по большей части снабжены длинными щетинками и служат для плавания живут они в пресных водоемах некоторые виды обитают в морской воде по типу питания водяной клещ относится к хищникам которые едят мелких животных ракообразных и личинок насекомых свою жертву клещ протыкая хоботком и впрыскивая секрет попросту высасывает водный клещ паразитируют в жабрах и мантиях пресноводных и морских обитателей например моллюсков беззубок также на теле водяных насекомых водомерок плавунцов и других амбарный мучной или хлебный клещ амбарный клей широко распространен в дикой природе живут они в основном в трухлявых пнях мхе или шайниках лишь бы было влажно и много кислорода а также защита от прямых лучей солнца и конечно же еда случайно попав из природы к человеку в его хранилище еды он понял надо оставаться и жизнь удалась теперь они селятся и в огромных элеваторах и в банках с мукой на обыкновенной кухне очень ему понравилась мука зерно и крупы еще есть представители этого надсемейства кто стал изысканными гурманами селятся на поверхностях сыров вин и овощей а где есть разнообразие продуктов едят все что попадется они крохотные длина тела клеща составляет до полумиллиметра он почти прозрачен имеет белесый или коричневатый оттенок отсутствуют органы зрения и осязания зато есть челюсти способные пережевывать пищу амбарный клещ вредитель пищевых продуктов зараженное им зерно дает плохую всхожесть клещи попадая в организм вместе с зараженной едой вызывают иногда отравление аллергическую реакцию астматические проявления и другие неприятные вещи а например паутинный клещ обыкновенный один из видов семейства паутинных клещей очень любят растения длина его тела составляет также до полумиллиметра у самок самцы поменьше форма тела напоминает эллипс сверху она выпуклая а снизу плоская личинки клеща прозрачные иногда с зеленоватым оттенком а самки взрослых особей красноватые обитают повсеместно за исключением антарктиды и если паутинному клещу нравится поглощать сок из листьев то для растений он паразит если популяция большая они высасывая из них соки просто губят их после этого растения желтеют и погибают такой нахлебник настоящая напасть для садов огородов и домашних растений с клещом сложно но можно бороться различными химическими препаратами и с помощью народных средств причем у него есть лютый враг помимо человека это свободный охотник фитосейлюз хищный клещ из-под семейства гамазовых клещей фитосейлюз нормально развивается только при питании паутинным клещом и обитает фитосейлюз понятное дело на зеленой массе растений которые заселены паутинным клещом и человек без ведома клеща договорился взаимовыручки подсаживая хищника на объеденной обжорами любимые растения но не все в отряде гамазовых клещей такие рыцари растений мезостигмата отряд гамазовых клещей представленная более чем шестью тысячами видов эти микроскопические членостоногие имеют очень маленькие размеры могут быть белесыми или коричневыми тело клеща покрыта спинными и брюшными щитками а также щетинками их представители бывают сиядными хищными и паразитирующими последние обитают повсеместно там где есть животные в почве гнездах норах пещерах помещениях для домашних животных ульях да очень сильно страдают пчелы от гамазовых клещей всему виной клещ ворва из этого отряда использующих в качестве хозяев медоносных пчел и их расплод клещ ворва может размножаться только в пчелиной семье он прикрепляется к телу пчелы и ослабляет ее высасывая жировые тельца этот вид является переносчиком по меньшей мере 5 изнуряющих вирусов пчел и чем заслужили пчелки трудяги такую напасть неизвестно некоторые клещи питаются кровью человека места их укуса краснеют и зудят кусая могут передавать через кровь серьезные заболевания чуму тифтулеремию и тут мы подошли к самому неприятному для человека отряду иксадиды это отряд клещей из надотряда паразитоформных да и не только для человека представители отряда высокоспециализированные эктопаразиты наземных позвоночных животных паразитируют и на птицах на рептилиях и млекопитающих питающиеся их кровью группа включает свой состав более 900 видов аргасовый клещ представители семейства аргасовых клещей являются паразитами и питаются исключительно кровью их объекты кошки домашние птицы собаки крупные мелкие рогатый скот некоторые их виды и вовсе переносят опасные для человека болезни такие как баррелиоз и возвратный тиф некоторые виды имеют токсичную слюну она попадая в кровь при укусе вызывает сильную боль и зуд размеры тела могут быть разными от 3 миллиметров до сантиметра окраска желтовато-серая а у паразитов которые только что напились крови она светло-лиловая эти клещи долгожители в голодном состоянии способны существовать до 11 лет собачий клещ также принадлежит к семейству их содовых он ведет паразитарный образ жизни на млекопитающих включает человека но основными его жертвами являются собаки собачий клещ не находится на животных постоянно напившись крови паразит оставляет песика на следующий раз он способен долгое время прятаться в щелях пола и стен туда же самки откладывают яйца у самок личинок и нимф щиток небольшой и находится лишь передней части спиной стороны на остальных частях тела покровы мягкие что обеспечивает возможность растяжения и увеличение объема тела причем кусают и к содовые клещи в основном безболезненно за долгое время эволюции у клещей появился целый ряд механизмов позволяющих им прочно прикрепляться к своим жертвам обезболивать место укуса и блокировать защитные реакции организма для решения этих задач в слюне клещей имеется большой арсенал специализированных биомолекул в первую очередь речь идет об уникальном продукте слюных желез и к содовых клещей который позволяет им много дней оставаться буквально приклеенными к коже жертвы этот клещевой цемент состоит из смеси белковых углеводных и липидных молекул первоначально жидкий он быстро твердеет обеспечивая склеивание и предотвращая иммунную реакцию жертвы детальные химические процессы протекающие в веществе цемента при отвердении пока не установлены напитавшись клещ растворяет цемент с помощью специальных ферментов и отпадает клещ очень опасен так как является переносчиков серьезных заболеваний марсельской лихорадки тулеремии энцефалита встретить его можно на всех континентах кроме антарктиды таежный клещ или сибирский пожалуй самый известный представитель семейства иксодовых обычно встречается в лесу зарослях кустарника в высокой траве и живет он не только в сибири и тайге широко распространен на территории россии украины белоруссии европы китая и даже на юге японии взрослые особи имеют размеры от 2 до 4 миллиметров самки крупнее самцов а насосавшиеся крови особи могут достигать 15 миллиметров у них отсутствуют органы зрения но хорошо развиты органы обоняния а также терморецепторы благодаря им клещи выбирают максимально близкие к людям и животным места для засады таежный клещ очень часто становится переносчиком клещевого энцефалита боррелиоза и других опасных инфекций такой маленький паразит а последствия для организма человека ужасные клещевой энцефалит это заболевание вирусной природы ежегодно на территории северной евразии регистрируется до 15 тысяч случаев заражения этой инфекции обычно клещевой энцефалит протекает бессимптомно однако может вызвать серьезные нарушения в работе центральной нервной системы и к сожалению несмотря на существование эффективных вакцин против клещевого энцефалита данную болезнь пока не удалось победить окончательно связано это с недостаточной информированностью и неполным охватом вакцинами людей из групп риска а также с глобальными изменениями климата который приводит к увеличению численности популяции клещей и расширению их ареала и боррелиоз или болезнь лайма уже инфекционная но очень опасное заболевание это самая распространенная болезнь передаваемая клещами в северном полушарии исход заболевания во многом зависит от своевременности и правильной постановки диагноза и раннего начала лечения инфекции несвоевременная неадекватная терапия может привести к развитию поздней стадии которая трудно излечима и может закончиться инвалидностью или даже смертью заболевшего так что дорогие зрители будьте предельно осторожны если вы оказались на природе считается что наиболее опасны клещи весной когда только просыпаются и жаждут крови паразиты становятся активны при температуре воздуха выше 8 и могут присоцаться в любое время с весны по раннюю осень чаще всего с апреля по сентябрь и главные меры по защите от клещей в любых ситуациях правильная одежда и регулярный осмотр основная задача не дать клещу присосаться кожи если он уже все-таки присосался важно как можно раньше его обнаружить и принять необходимые меры но это еще не все многие знают что в человеке обитают микробы бактерии грибки и вирусы населяют человеческое тело и в значительной степени сосуществуют с нами симбиотических отношениях существует множество исследований объясняющих почему микроорганизмы присутствующие на нашем теле и внутри него на самом деле могут быть ключом хорошему здоровью и долголетию катализируют такие процессы как укрепление иммунитета и даже предотвращение серьезных заболеваний но существует и другие типы микроорганизмов и мы даже не подозреваем о них так обстоит дело с демодексом широко известным как лицевой или подкожный клещ звучит пугающе это точно не самое приятное открытие однако на самом деле подкожные клещи есть у многих и они абсолютно безвредны для человека они не кусаются вы не ощущаете их ползание или откладывание яиц хотя конечно представлять это мягко говоря неприятно при этом подкожные клещи все-таки могут стать проблемой когда их количество становится слишком большим вызывая покраснение зуд и бугристость кожи демодекс процветает в областях с повышенной выработкой кожного сала некоторые исследования показывают что они чаще встречаются у людей с ослабленной иммунной системой учитывая что продолжительность жизни клеща составляет около двух недель лечение их довольно просто проводить домашних условиях с помощью правильного ухода за кожей однако всегда полезно проконсультироваться с дерматологом если у вас есть подозрение о наличии клещей на лице или на коже более ощутимый для человека это чесоточный клещ чесоточный клещ или чесоточный зудень паразит выбравший место своего обитания внутри кожное пространство млекопитающих в том числе и человека клещ представляет собой мелкого членистоногого бело-желтого цвета размером до полумиллиметра тело овальное глаз нет вне хозяина при температуре 20 градусов и влажности в 40 80 процентов гибнет в течение 24 часов поэтому он не очень любит свежий воздух зудень роет ходы в коже откладывая там яйца развившиеся личинки взрослые особи питаются кровью хозяина их жизнедеятельность вызывает очень страшную чесотку эта болезнь сопровождается сильным зудом и покраснением к тому же к чесотке зачастую присоединяются инфекции заносимые при расчесывании еще есть клещей невидимые нами живущий в наших жилищах и буквально спящий в наших кроватках пылевые они же постельные они же бельевые клещи рот пылевых клещей насчитывает примерно 150 различных видов микроскопических размеров нет они не пьют кровь им подавай другое эти приживал и являются синантропами и питаются частичками омертвевшей человеческой кожи в связи с этим распространены повсеместно в жилищах людей и живут в мягкой мебели коврах постельном белье матрасах и везде где может скапливаться пыль наиболее благоприятные для них условия повышенной влажности а также температура воздуха до 25 градусов так что не забывайте какая температура им нравится шутки шутками но такой клещ может стать причиной аллергии выражающейся форме дерматитов ринитов бронхитов конъюнктивитов и наиболее сильным проявлением аллергии является бронхиальная астма так что берегитесь клещей даже если вы не в лесу а в собственной крепости да дорогие друзья клещи они такие и тут все зависит только от вас аккуратность и чистота в доме оберегут вас от множества проблем но не со всеми клещами борется человек иногда они бывают и желанными гостями французам они помогли довести до ума один из видов сыров под названием мимолет история мимолета началась с указа ледовика 14 датированных началом 17 века о необходимости замещения импортных сыров французскими запрет коснулся и популярного голландского едама чтобы потребители не ощутили дефицита привычного продукта была разработана рецептура похожего на него мимолета сыроделы лиля пошли дальше и к традиционным ингредиентам добавили красителя она то который улучшил вкус и подарил сыру оригинальный оранжевый цвет кроме того курочки сырных голов заселили мучным клещом ходы которых позволили продукту дышать на протяжении всего процесса созревания и если сыроделы борются за вкусовые качества и изысканность своего продукта то ученые с помощью клещей пытаются найти способы борьбы с нежелательными иммунными реакциями и воспалением один из наиболее изученных белков слюны клещей воздействующих на иммунные реакции этот белок подавляет активацию разрастания иммунных клеток эксперименты на лабораторных животных показали что он оказывает долговременный эффект поэтому он рассматривается как кандидатное лекарство для лечения заболеваний в основе которых лежит аномальная активация рецепторов например аллергической бронхиальной астмы системной красной волчанки а также болезни трансплантантов против хозяина чаще развивающиеся после пересадки тканей и органов а весной 2020 года британская компания специализирующаяся на разработке средств воздействия на иммунную систему объявила о новом перспективном препарате для лечения поражения легких вызванных новой коронавирусной инфекцией препарат представляющий собой коктейль из трех клещевых белков эвазинов оказался способен подавлять воспалительные процессы в легких даже у тяжело больных так какими же животными являются клещи вредными или полезными человеку конечно же лучше виден вред который они приносят однако как говорилось выше подавляющее число видов этих членистоногих являются хищниками либо падальщиками сапрофагами эти крохотные труженики обитающие верхних слоях почвы санитары и земледельцы являются важной частью природных экосистем и культурных биоцинозов а некоторых из них человек успешно использует в качестве оружия на приусадебных участках и даже для биотехнологических целей но есть и более объективные доводы клещи в том числе паразитические являются частью пищевых цепей а пока не изучены все связи в живых сообществах которых вовлечены те или иные клещи удаление любого звена может иметь совершенно непредсказуемые последствия вплоть до вымирания видов к примеру тех же иксодовых клещей охотно поедают птицы и лягушки ящерицы и пауки этих восьминогих не встретишь и в окрестностях муравейников рыжих лесных муравьев зная последствия некоторые ученые все же утверждают что через укусы клеща обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям что и сам этот вопрос о полезности и вредности тех или иных животных некорректен даже в отношении наиболее неприятных для нас кровососущих иксодовых клещей как и любого другого паразита этот вопрос весьма сложен и многогранен а ответ на него далеко не так очевиден и клещи имеют право на существование как и все остальные возникшие в процессе эволюции живые существа смотрим слушаем записываем подписываемся не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями это очень помогает продвижению с вами был канал планета земля